31 глава книги Прока Иеремии И потому простер к тебе благоволение. Я снова устрою тебя, и ты будешь устроена Дева Израилева, Снова будешь украшаться тимпанами твоими и выходить в хороводе веселящихся, Снова разведешь виноградники на горах Самарии, Виноградари, которые будут разводить их, сами будут и пользоваться ими. Ибо будет день, когда стражи на горе Ефремовой провозгласят, Вставайте, и взойдем на Сион, Господу Богу нашему. Ибо так говорит Господь, радостно пойте об Иакове, И восклицайте перед головою народов, провозглашайте, славьте и говорите, Спаси, Господи, народ, твой остаток Израиля. Вот я приведу их из страны северной, и соберу их с краев земли, Слепой и хромой, беременная и родительница, вместе с нами, Великий Сонм, возвратиться сюда. Они пошли со слезами, а я поведу их с утешением, Поведу их близ потоков вод дорогою ровною, на которой не споткнутся, Ибо я, Отец Израилю, и Ефрем, первенец мой. Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам отдаленным и скажите, Кто рассеял Израиля, тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стада свое. Ибо искупит Господь Иакова и избавит его из руки того, кто был сильнее его. И придут они, и будут торжествовать на высотах Сиона, и стекутся к благостыне Господа, К пшенице и вину и елею, к агнцам и волам, И душа их будет, как напоенный водою сад, и они не будут уже болей томиться. Тогда девица будет веселиться в хороводе, и юноши и старцы вместе, И изменю печаль их на радость, и утешу их, и обрадую их после скорби их. И напитаю душу священников туком, и народ мой насытится благами моими, говорит Господь. Так говорит Господь. Голос слышен в раме, вопль и горькое рыдание. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет. Так, говорит Господь, удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез, Ибо есть награда за труд твой, говорит Господь, и возвратятся они из земли неприятельской. И есть надежда для будущности твоей, говорит Господь, и возвратятся сыновья твои в пределы свои. Слышу Ефрема, плачущего, Ты наказал меня, я наказан, как телец неукротимый. Обрати меня и обращусь, ибо Ты, Господь, Бог мой. Когда я был обращен, я каялся, и когда был вразумлен, бил себя по бедрам. Я был постыжен, я был смущен, потому что нес без слави и юности моей. Недорогой ли у меня сын Ефрем, нелюбимое ли дитя, ибо как только заговорю о нем, всегда с любовью вспоминаю о нем, внутренность моя возмущается за него. Умилосержусь над ним, говорит Господь, поставь себе путевые знаки, поставь себе столбы, Обрати сердце твое на дорогу, на путь, по которому ты шла. Возвращайся, дева Израилева, возвращайся в эти города твои. Долго ли тебе скитаться отпадшая дочь? Ибо Господь сотворит на земле нечто новое, жена спасет мужа. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, Впредь, когда я возвращу плен их, будут говорить на земле Иуды и в городах его это слово, Да благословит тебя Господь, жилище правды, гора святая. И поселится на ней Иуда, и все города его вместе земледельцы и ходящие со стадами, Ибо я напою душу утомленную и насыщу всякую душу скорбящую. При этом я пробудился и посмотрел, и сон мой был приятен мне. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я засею дом Израилев и дом Иудин С семенем человека и семенем скота, И как я наблюдал за ними, искореняя, и сокрушая, и разрушая, и погубляя, и повреждая, Так буду наблюдать за ними, созидая и насаждая, говорит Господь. В те дни уже не будут говорить, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие. Кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и оскомина будет. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым, после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат, брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более. Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море, так что волны его ревут. Господь Саваоф, имя Ему. «Если эти уставы перестанут действовать передо Мною, говорит Господь, то и племя Израилева перестанет быть народом передо Мною навсегда. Так, говорит Господь, если небо может быть измерено вверху, и основания земли исследованы внизу, то и я отвергну все племя Израилева за все то, что они делали, говорит Господь. Вот наступают дни, говорит Господь, когда город устроен будет во славу Господа от башни Ана-Меила до ворот угольных. И землемерная верфь пойдет далее, прямо до холма Гарива, и обойдет Гаив. А вся долина трупов и пепла, и все поле до потока Кедрона, до угла Конских ворот к востоку, будет святынею Господа, не разрушится и не распадется навеки. Субтитры создавал DimaTorzok